Редактор субтитров А.Семкин Добрый вечер. Здравствуйте. Привет, дорогой. Доброй ночи, уважаемые чили-зрители. Вы смотрите Ночной молодежный канал. Это телеканал столицы. Моего ведущие Ольга Панкова. Илья Гирин. Аплодисмент. Дорогие друзья, что делать, если первый брак комом? Кто-то пытается сохранить отношения, кто-то разводится. Кто виноват и как выжить после развода? Чтобы боль после него не сохранить на долгие-долгие годы, сегодня мы будем с вами говорить об этом. Семейный крах. Так называется тема нашей сегодняшней программы. Ну, а я соглашусь, мне ничего не остается больше. Я что хочу от себя добавить. Вот говорят, брак, мы же так кропотливо, так по частичке создаем наше семейное счастье. И потом уступает такой момент, когда приходится разводиться, когда все рушится. Собственно говоря, именно поэтому мы и назвали так программу. К нам пришли сегодня замечательные люди, которые, возможно, вам помогут сохранить брак или все-таки правильно выйти из этой ситуации. А выходы, естественно, разные. Сегодня у нас эксперты, давайте с ними будем знакомиться. Итак, первый наш гость Владимир Вишневский, поэт. Телеведущая Татьяна Грамон сегодня в нашей студии. Психолог Александр Федорович. Оперная певица и композитор Анастасия Максимова пришла сегодня в нашей студии. АПЛОДИСМЕНТЫ Естественно, где разводы, там и адвокат. Иннокентий Корнюшин, юрист, адвокат, председатель коллегии адвокатов. АПЛОДИСМЕНТЫ Священник и настоятель Преображенской. Церкви отец Дмитрий Каспаров в нашей студии. Здравствуйте, отец Дмитрий. Мне всегда кажется, что когда люди встречаются, влюбляются... Женятся? Нет, женятся потом, да. Этот вот конфетно-букетный период, что все хорошо, все гармонично, все прям в любви, да, в спокойствии. Только как мы получаем паспорт с печатью, у нас почему-то отношения разлаживаются. Вот неужели мы сначала не видим, перед тем, как вступаем в брак, не видим, что это за человек, какой это человек. Мы же идем, наверное, может быть, потому что любовь есть, потом она пропадает. Не соглашусь с вами, во-первых, что не всегда, когда мы вступаем в брак и получаем печать в паспорте, отношения разлаживаются. Это не аксиома, так скажем. Поэтому человек... Но статистика говорит обратное. Люди жили 5-7 лет, и у них все было хорошо. Как только они расписались, получили паспорт, да, все, сразу начинаются уже скандалы. Я, к сожалению, не знакома со статистикой. Я могу только судить по себе и, может быть, по людям, которые меня окружают. Нет, может быть, вначале мы просто идеализируем этого человека, да, мы создаем себе какой-то идеал, мы создаем себе человека, который хотели бы видеть рядом с собой. И сами в него влюбляемся. И влюбляемся, да, в того, кого мы создали для себя. А постепенно, постепенно в процессе вот этой вот бытовухи, да, мы познаем человека и понимаем, что, может быть, что-то не так, как мы этого хотели бы. Татьяна, а что меняется? Что меняется в отношении к человеку и в вашем же отношении, ну, в моем отношении к своему супругу? Что меняется, что приводит к... Не к супругу, я думаю, что это скорее к себе. Потому что мы создали картинку, и сейчас мы видим опровержение того образа, который мы создали для себя. И в этом, наверное, раздражение, из-за этого происходят какие-то конфликты, потому что человек не соответствует тому образу, который мы создали. Ну подождите, мы же жили с ним какое-то время, мы даже встречались. Саш, возьми, пожалуйста, микрофон. Исчезает сдерживающий фактор. Ага, то есть всё уже своё, никуда не убежит. Специалисты считают, что мысли о том, что данная ситуация может завершиться, ну то есть разрушиться каким-то образом с той или иной стороны, действует на самом деле благотворно. Мысль о том, что это можно потерять, она стимулирует отношения. Это грустно, на страхе потери всё держится. Секундочку, всё в этой жизни держится на страхе. Дело в том, что я хочу поддержать, уважаемый психолог, и начать не с того, с чего я хотел начать, когда бы мне дали слово. Насчёт страха. Я хочу процитировать, что характерно не себя, а кумира своей юности и классика живого, слава богу, моего старшего друга, Евгения Александровича Евтушенко, у которого были такие стихи молодого периода. У него, как у физического мужчины, есть опыт многих разводов. Это отдельная тема, я не буду про него обсуждать. Но тем не менее, я просто вспомнил, подхватывая на слове эту полемику, у него были такие стихи. «И когда взошло твое лицо над жизнью скомканной моею, вначале понял я лишь то, как скудно всё, что я имею. Я понимаю этот страх и есть любовь». Вот есть и такое мнение. Я тут прерываю, потому что я согласен, многое сегодня, особенно в сегодняшнем экстремально тревожном мире, где уже столько пройдено, и уже точка невозврата, любая точка, страх потери, утраты – это весьма существенный фактор. И сдерживающий фактор. И сдерживающий, побуждающий, поэтому боязнь потерять. И вообще человек вступает в такую пору, когда он боится ничего-то, а за кого-то, и боится потерять. Поэтому вот об этом не будем забывать. А если позволено продолжить на этой стадии, то я хочу свое мнение высказать, вот просто сказать, что тема, которую мы обсуждаем, такая же вечная, как любовь. И в мировой, и в России уже накоплено столько мнений, столько опыта, столько фольклора на тему развода, об этом ниже. Я просто хочу еще одну вещь сказать. Вот вы говорили правильно про идеализацию, про конфетно-букетный период. Ну, наверное, мы должны идеализировать на стадии влюбленности, потому что если мы не будем ее идеализировать, значит… Ну, это мы идеализируем. А подождите, поведение нашего возлюбленного, оно разве не меняется с этим? Безусловно, оно меняется. Заметьте, это женский взгляд. Нет, правильно. Нет, сначала мы хотим показать себя с лучшей стороны. Как только мы получаем то, что мы хотим, мы ведем себя естественно. Не так ли это? Вы знаете что? Нет, это опять же вечная закономерность. Как только начинается столкновение любовной лодки с бытом, который может разбиться, цитирую другого классика Маяковского, значит, наступает быт. И я хочу одно мнение, не повторяя банальностей, накопленных опять же опытом, я хочу другое мнение одно экстравагантное, некоторое привести. Вот когда-то я написал такие легкомысленные стихи. «Птица счастья, журавль не синица, отвергаю мораль сэляви, не хочу по расчету жениться, чтобы потом развестись по любви». Но я не на эти стихи хочу дать акцент. Один писатель хороший, Леонид Жуховицкий, когда-то очень здорово обосновал теорию насчет того, что так называемый брак по расчету может, ну не потому что там есть выражение, может быть, счастливым, если расчет окажется правильным, он может быть более выигрышным, чем брак по страсти. — Статистика говорит о том, что 90% браков заключаются по любви. Действительно. И в сегодняшнем нашем российском обществе на 1000 браков приходится более 600 разводов. То есть действительно, мы занимаем второе место в мире по числу разводов. — А первый кто? — США. — Знаете, меня вот тут немножко зацепила одна вещь. Человек от тебя так просто не уйдет. То есть получается, мы имеем какие-то цели удержать человека. То есть получается, не все готовы развестись, да? То есть получается, надо обязательно что-то, что-то где-то. — Нет, понимаете, что развод, он и во время брака уже как такая опасность, да? Мы понимаем, что мы, даже получив штамп в паспорте, не получаем человека на все время. Развод был, есть и будет всегда. И в 18 веке. — Но тем не менее, уверенность, что он уйдет просто так... — Да, алкоголь становится меньше. — Конечно. — Становится меньше, да. — Но это влияет на отношения в браке? Потому что многие люди, понимаете, они даже без росписи как бы так жили, и все было хорошо. Но как только вот этот статус жена и муж, в принципе, зачастую, я не говорю, что всегда и везде. Но тем не менее, отношения уже под большим вопросом. — Нет, дело в том, что еще вот такой нужен момент, что есть факторы, которые изначально как бы способствуют тому, что семья может распасться. Приводят к наибольшему риску развода. — Какие, например? — Первый фактор — это если вступают в брак люди, у которых уже родители развелись. Модель такая поведения есть. Второй фактор, о чем, наверное, вы говорили на прежнем переговоре. — Таня, сразу не согласна. Вот не знаю, Саш, поддержи меня. Потому что те люди, которые прожили без отца или без матери, они наоборот хотят для своих детей хорошее отношение, хорошую семью. — Без сомнения. Здесь, понимаете, как дуальность самого по себе вопроса, она колоссальна. Потому что мнения могут строго разделиться пополам, как в ту сторону, так и в другую. Поэтому, да, конечно, модель мы передаем, будучи родителями. Но сказать, что это исключительно от родителей идет, тоже невозможно. Потому что жизнь изобилует подобными примерами. И тот же самый ребенок, приходя в любую организованную группу, будь то детский сад, школа, двор, спортивная секция, он видит то же самое, что у кого-то одна мама, у кого-то один папа. — Но он видит счастливую семью с другой стороны и тоже хочет создать свою семью хорошую. — Я говорю, мне кажется, что ясность здесь следующим образом должна быть внесена. Мы путаем просто понятийность. Есть отношения между людьми, и это фактор такой больше социопсихологический. А есть понятие брака. И здесь уже привносится, что такое ЗАГС, гражданские состояния. То есть, когда некая государственность, некое администрирование вносится, привносится, входит в межличностные отношения, это, естественно, меняет формат. И если в первом случае, когда этого пресловутого штампа нет, люди понимают, что это их достижение, что они стремятся к консолидации. — Но, тем не менее, оба формата могут привести к разводу, никто не застрахован. — Без сомнений. Я именно об этом говорю, что и так, и эдак можно рядить по-всякому, по-разному. Но, говоря, вот именно отвечая на вопрос, почему, в чем причина, как явление или появление этого штампа может повлиять. Для кого-то, может быть, это самоцель. Понимаете, вот есть еще такое мнение, что мне надо дотянуть вот до этого, уже там я прогнусь где-то. — Дотянуть до чего? До обратной или до развода? Я вот сейчас немножко не понимаю. — До печати, до печати, да. А потом, ну все, уже можно расслабиться. — Отлегло, все уже получилось. — Мы заговорили о том, что дети из неполных семей создают свои семьи. А не создают ли они их силой? Они хотят, вопреки всем обстоятельствам, создать семью, не дай бог, такую, как у своих родителей. — Еще одну идею вы привнесли, вот в сюжете показывали, что вот нужно сохранить семью, потому что... — Потому что ребенок и так далее. — Да-да-да-да-да-да-да. Что мы называем семьей? — Ведь это та же самая модель. Если у родителей сложные отношения, ну условно говоря, в какой-то момент у ребенка возникнет вопрос, почему, так сказать, вот мама там, а папа где-то вот в гараже, условно говоря. — Но это в любом случае, Саша, понимаешь, это в любом случае, мы же все опять же индивидуально. Один отложит свою модель, другой — другое. — Таня, еще хотела бы продолжить. Какие еще есть вот такие вот сопутствующие? — Еще совместное проживание с родителями супругов. Это очень серьезная проблема. — То есть это фактор, который может привести к разводу? — Это фактор, который изначально приводит к повышаемости возможности развода. Это однозначно. — Хорошо. А разница в возрасте, разница в ментальности? — Разница в возрасте, разница в уровне образования, разница в статусе социальном. Это тоже вот такие критические моменты, которые нужно заранее учитывать, когда мы выбираем своего партнера. Все-таки лучше взять партнера более-менее похожего по возрасту. — Спасибо большое. Татьяна, вы развелись. Скажите, пожалуйста, если можно, мы поговорим об этом. Ваш муж был француз, да? Ментальность, как мы говорим, совсем разная. Вы выходили замуж за человека, можно сказать, не своего круга. Я имею в виду в плане, да, национальности. — Не своего языка. — Может быть, это потом привело к разводу? — Ни в коем случае, нет. Знаете, человек очень хорошо адаптировался в Россию, он работал в России. Я, собственно, начинала с первых шагов его, так скажем, курировать, потому что была переводчиком. Это перелилось в дружбу, потом в любовь, и в конце концов закончилось браком и десятилетним, на самом деле, счастливыми, десятью годами счастливых отношений. — Счастливые отношения не приводят бы к разводу. — Ну, француза, и на самом деле романтически. — Не соглашусь с вами, не соглашусь с вами. Дело в том, что для меня брак, как понять, это не штамп. Да, у нас был штамп, потом мы его убрали, собственно, и сейчас живем без печати. Для меня брак — это просто комфортное, не сожительство, это неправильное слово, да, существование вместе, когда один другого дополняет. Да, и правильно сказал классик, что мы, брак — это не когда люди смотрят друг на друга, а когда они смотрят в одном направлении. Но это направление развития, и каждый должен чувствовать, что он развивается рядом с другим. — Светлана, вам не помешал, допустим, русский характер такой? Мы же всегда говорим, что вот нас понять не может никто в мире, русского человека. — Хотя считается, что русская женщина, она как раз та самая, которая готова идти на многие компромиссы. Нас так воспитывали, что мужчина — он главный, и вот этот вопрос эмансипации, он на нас немножко не распространился пока что. — Скажите, пожалуйста, насколько действительно у нас люди, которые вступают в брак, готовы нести ответственность друг за дружкой? — Ну вот тут интересный момент. Мы говорили о том, что люди идеализируют партнера, когда вступают в брак, но помимо этого они еще идеализируют семейные отношения. Многие считают, что семейные отношения — это только светлая сторона, в которой нет ничего плохого, ты поженился, все хорошо, все прекрасно. Но наступают будни, в которых оказывается, что прекрасно не то, что вокруг тебя все прекрасно, а то, что ты преодолел трудности, которые у тебя были. Вот это самое главное. Народ у нас, к сожалению, к этому не готов в основном. Женятся не по любви, а по какому-то влечению, которое вдруг ни с того ни с сего появилось. — Татьяна говорила, что 90% людей, которые вступают в брак, они в основном идут в этот брак по любви. Это так? — Нет, ну есть понятие «любовь», а есть понятие «влечение». — Путают, то есть отношения. — Между людьми влечение сексуального характера — это не любовь, это иное. А вот когда между людьми действительно любовь, когда они друг друга понимают, и они, соединяясь вместе, образуют одно целое, нечто иное существо, получается, это уже называется семья, вот это любовь. — То есть, получается, те люди, которые вступают в брак, они не из-за того, что они любят друг друга, да? Саша, как психолог, присоединись, пожалуйста, к нам. — У меня тут возник вопрос небольшой. — Давай все-таки мы узнаем, по какому поводу, да, они все-таки по любви или по влечению? — Вы знаете, я позволю себе не согласиться хотя бы в некоторые части, да, потому что, ну, а что тогда любовь, как не есть некий идеал, да? — А вот объединяет людей как раз влечение. И если влечение без любви еще как-то возможно, то любовь без влечения под большим вопросом находится. — Семья не строится на сексе. — Я с вами согласен, но мы сейчас говорим не о семье, это во-первых. — Мы с вами говорим о том, что многие семьи строятся именно основываясь на этом. А потом, получается, жена постарела, страшненькая стала, муж начал бухать. — Просто не дали меня договорить. Я цитировал теорию писателя одного. Он говорил о том, что иногда в браке по расчету вдруг открываешь в партнере какие-то плюсы. И возникает уважение, возникают совместные интересы. Если сравнивать это с простыми, так сказать, понятиями и, значит, явлениями, то это все, что разогнали мотоцикл, и вдруг он завелся и поехал. — Другое дело, что когда в браке по любви, в быту возникают такие несовместимости физические, такие негероичные детали, особенно на фоне идеальных отношений, могут развести. Вот есть такая песня известная Третьякова насчет того, что почистил зубы, не закрыл тюбик. Вот это все бесило партнера, и это явилось причиной расставания. Я хочу о другом сказать, вот послушав этот разговор по поводу того, что, значит, влечение. Вот в советское время, в поруме советского детства слово «влечение» вообще со знаком «минус» произносилось, как молодежь обвиняли в том, что у них есть влечение друг к другу. Естественно, без влечения здорового не может быть любви. А читая разные материалы криминальные, чуть ли, значит, с деталями жуткими, с всякой расчлененкой по поводу того развода, разводных процессов, я просто такие четыре строчки хочу процитировать, и даже шесть по поводу того, о чем говорили. «О, сколь навешано собак на разнополых, случай ясен. Порой они вступают в брак на почве личной неприязни. По-настоящему жениться сумели только единицы». Браво. Спасибо. Ты знаешь, Оля, у меня возник вопрос в небольшой мужчиной, но он оказался не услышан. Давай поговорим с Татьяной, я просто очень хочу узнать. Вот мы говорим о том, что нужно все-таки готовиться к вступлению в брак. Вот ты жила с олигархом. Это был, наверное, осознанный выбор. Достаточно обеспеченным человеком. Да. То есть, получается, была любовь или такая вот прагматика в отношениях какая-то? Нет, наверное, мало кто мне поверит, но в моей ситуации это была любовь. Вот в том отношении, как я это вижу, вот эту ту самую любовь, это была любовь. Я от человека родила ребенка. Любовь с влечением или без? С влечением. С влечением. К какому влечению? К сексуальному или к финансовому? Нет, первое. Вот нет, ну, конечно, я не буду врать. Я думаю, большинство женщин хотят себе человека, который способен обеспечить семью и создать какой-то уют и комфорт. Почему нет? Тем более, если речь идет о рождении ребенка. Я не хочу это скрывать, и я думаю, это нормально. Мы выбираем себе сильных партнеров. Мы выбираем себе сильных партнеров, а мы соответствуем их требованиям? Вот здесь, не знаю. Мне кажется странным, что в последнее время на первые позиции вышло то, что люди хотят просто обеспечить себе безбедную жизнь, чтобы все было хорошо, что все было комфортно, чтобы всех устраивало. Но ничего не хотят делать для того, чтобы тоже как-то помогать, как-то устраивать своего избранника. Почему получается так, что нам все должны? То есть все эгоисты? Я просто считаю, что, наверное, нужно сразу как-то выражать свои пожелания. В общем-то, если я изначально сказала, что мне нужна семья, то есть мне не нужны деньги без семьи. Мне нужна семья с деньгами. Но получилось так, что человек мне смог дать деньги, но семью не смог дать. А вы ему что-то дали взамен? Вы говорите, деньги, семья, и только мы что-то все время требуем. А вы-то соответствовали его, может быть, требованиям? Я его любила, я родила ребенка, я устраивала быт. Но самореализовываться как-то мне не давали. Что женщина может дать такой ситуации мужчине? Любовь, нежность, ласку, тепло, уверенность в себе, наверное. Это очень много, между прочим. Насколько я могу, я стараюсь. Саша, что женщине ждать такой ситуации? Правильно ли она поступила, если она хотела самореализоваться, а у нее не получалось? То есть муж запрещал? Мы все время смешиваем понятия. Вот самореализация и семья – это не всегда одно и то же, и в то же время можно самореализоваться и в семье. Понимаете, тут каковы цели, и зачастую человек эти цели не осознает. Понимаете, у нас получается как? С одной стороны мы говорим о том, что есть некая возможность передать накопленный опыт, модели и так далее. И вдруг выясняется, что они вступают в брак, а они об этом, оказывается, ничего не знали. Откуда же они взялись такие стерильные, ничего не знающие? Мы только что в предыдущем эпизоде говорили о том, что мы показываем детям, мы их научаем, они у нас научаются. И вдруг они ничего не знают ни о быте, ни о самореализации и так далее. Вот здесь, понимаете как, здесь закон природы. Ведь основа отношений, любых отношений биологических, да, это репродукция, то есть продолжение. И отвечая на предыдущий вопрос о некоем ченже, да, кто кому что дает, конечно, это некое слияние, ну, таких лидирующих единиц. Да, есть красота, есть здоровье, есть молодость. Но она про этого не говорила, она говорит нежность, любовь, да, взаимопонимание, прежде всего. Очень хорошо, очень хорошо. Может быть, он и состоялся благодаря ей, как мужчина. Как часто мы врём друг другу и себе, когда говорим, что нам нужна любовь, я так влюблён, я так влюблён. Себе мы врём регулярно, то есть прям вот с завидной регулярностью. Партнёру несколько реже, это в зависимости от ситуации. Вот, ну что назвать ложью? Понимаете, правда и истина, это тоже не одно и то же. Правда, это то, что я понимаю именно так, а истина, это то, к чему, наверное, будет склоняться большинство. Ну, смотрите, Александр, как много, как часто люди признаются себе в том, что они не идут в брак, а убегают от родителей. Я вам скажу, как часто. Убегают из той социальной среды, в которой живут. Они это делают несколько раз в своей жизни. Например, на исповеди, например, на приёме у адвоката, например, на приёме у психиатра. Ну, извините, перед смертью, наверное. Ну, может быть и так. То есть они время от времени это всё-таки делают, признаются, и не только себе. Но какая цель? Понимаете, ведь слияние, не договорила, красота, здоровье, молодость и так далее, плюс есть некая иная единица. Она отличается либо какой-то физической мощью, либо интеллектуальной мощью, либо финансовой. Ну, с незначительными смещениями в ту или иную сторону. Вот ничего дурного в этом нет. И беда заключается в том, что изначально мы цель не можем предположить, потому что есть чувство. И вот то самое влечение, которое мы периодически то отрицаем, то поднимаем на щит. А потом начинаем разбираться. Саш, но тем не менее, влечение, любовь... В этом вопросе мы согласимся с батюшкой, потому что как раз здесь идёт понимание того, что мы путаем, что такое любовь. Путаем с чем-то другим. Я не верю, что кто-то даже знает, что это такое. Примитивным, да, каким-то чувством, влечением, может быть. Но любовь, она предполагает нечто большее, наверное. Самоотдача, прежде всего. Это самоотдача и компромисс. Смотрите, мы говорим о том, что, прежде всего, причина, которая доводит, наверное, до разводов, прежде всего, это как бы неподготовленность людей, которые вступают в брак. А насколько часто причина разводов бывает измена? Яна, наверное, к вам, как к социологу, психологу, сексологу. Да, что я хотела бы сказать в дополнение к тому, что сказал Александр, по поводу измен тоже, да. Во-первых, что хочется сказать. В 80, примерно в 70 процентах, чаще всего женщины выступают инициаторами развода. А в Москве и того больше. То есть, женщины часто замечают то, что муж, ну, пошел налево и не хотят с этим мириться. И, соответственно, измена действительно очень... Почему попадает вот в это влечение? Сначала все хорошо, да, вроде, все замечательно. И секс устраивает, и любовь есть. Проходит какое-то время, и он пошел налево. Или она ушла направо. Хорошо, что не направо. Ну, налево-направо, опять же, это... То есть, причина развода, мы говорим сейчас, измена непосредственно. Почему это происходит? Почему люди изменяют? Почему они идут вообще на это? Потому что, если мы говорим о том, что люди вступают в брак неподготовленными, то есть, изначально основываясь на каком-то компоненте, ну, гормонах, дахимии... Как мы готовимся к браку? Вот мы говорим неподготовленными, что надо на курсы какие-то ходить, надо наизменяться вдоволь потом приходить в брак. Как к нему готовиться? Как бы парадоксально это ни звучало, но работа над собой, и над собой, и над своим партнером, над своими отношениями должна вестись постоянно во время брака и до брака. Потому что, когда человек... Ну, как можно себя подготовить к измене? Вот вы говорите, подготовиться. Нет, я говорю не об измене, а именно об отношении. То есть, о том, что это будет взаимная ответственность, то, что это будет... Нет, но мы же говорили, что все-таки мы вступаем в брак по любви, мы берем на себя все-таки какую-то ответственность. Потому что мало кто понимает из молодежи, что он, в принципе, не готов к этому. И все же, если мы говорим так иллюзированно, да, что у нас все замечательно, и мы выходим замуж, женимся по любви, а потом говорят, ой, она меня не устраивает, я пошел налево, я пошел направо. Владимир, пожалуйста. Можно, да. Вы еще, конечно, одну вечную неразрешимую проблему затронули. Я хочу свое короткое выступление в пользу женщин конвертировать и посвятить против нас. Ну, во-первых, хочу сказать, что есть, конечно, измена выявленная. Это стресс для женщины, прежде всего, если говорить о мужской измене. И, понятно, это часто бывает причина развода. А для мужчины это не стресс, если женщина изменяет? Знаете, что для мужчины стресс? Есть такие стихи. Мой друг на много лет вперед женат, шесть раз свои причины. Я часто думаю, развод, какая травма для мужчины. Но это я не собирался прочитать, я другое хочу сказать. Сейчас есть тип женщины, сегодня, есть такие женщины хорошие, не в русских селениях, а в русских городах, которым хватает мудрости все-таки, ну, не то, что закрывать глаза, а прощать измену, переступать во имя той же семьи. Что касается ответа на ваш вечный девичий, женский вопрос по поводу того, почему люди изменяют, или ваш вопрос, я хочу стихами отбиться в пользу женщин. Прости, пойми, привыкни, став сильнее. Любить одну тебя я не сумею. Любимая, пусть ты мой идеал. Других же дам, никто не отменял. Горжусь тобой, и ты уж будь горда. Так изменял, но в мыслях никогда. Ужас какой. Слушайте, вы знаете, у меня последний вопрос. Мы говорим о том, что изменяют мужчины, мужчины такие негодяи. Но вот я вас удивлю за невозможности, но изменяют они все-таки с женщинами. То есть женщины тоже изменяют. Я думаю, и с мужчинами все чаще, но, к сожалению. Я думаю, что все-таки мужчины просто не умеют скрывать свои измены. Да умеют они все. Давайте поговорим с зовут, сейчас, Танечка, секунду. Поднимите, пожалуйста, руки девушки, те девушки, которые готовы прощать своему любимому человеку измену. Смири, смири. А как можно так заранее сказать, готовы или не готовы? То есть, понимаете, мы, наверное, все все-таки городские жители, в деревнях там прощают. В одном случае готовы, в другом случае не готовы. Как можно заранее сказать, девушка готова сейчас? А в каких случаях вы готовы прощать измену? Никто не может предсказать такой случай. Если вообще, что такое измена? Я считаю, мое личное мнение, что измена происходит прежде, чем она произошла физически, она происходит морально в мозгу. Физическое воплощение измена, оно, в принципе, не имеет значения для многих. Для многих имеет значение измена моральная, когда человек отказался. Отказался от своего партнера, от помощи. Ведь семья – это когда два вола идут вместе и тянут в одном направлении. Не лебедь, рак и щука, а в одном направлении. Тянут свою семью, идут и работают, живут на благо своей семьи, детей, друг друга. Для того, чтобы создать эту линию, этот род, продолжить этот род, отдельный ли от другой части семьи, совместный ли. Анжелика, вы так красиво говорите, так хорошо. Я не знаю, просто замужем вы или нет. Я только развелась. Только развелась? Спасибо. Ну, я не знаю, стоит ли здесь. А какая причина развода была, если можно узнать? Та самая причина. Причина причин. Огромное количество причин. Ну, вы так просто хорошо, так красиво пели, что вы два вола. Но, тем не менее, к сожалению... Пела я сейчас или до? До того, как я пела, я пела о том, что я исчезаю. И прошла любовь, завяли помидоры. Об этом я пела. Спасибо. Татьяна хотела тоже показать. Сейчас я пела о том, что должно быть. Да, по очереди. Давайте Татьяна, а потом Владимир. Я хотела согласиться, наверное, сейчас. Потому что измена, изменя рознь. То есть есть исключительно измена на сексуальном влечении. Ее, в принципе, можно понять, потому что мужчины, если уж мы говорим о мужчинах, они, как признаны считать, охотники. А жена, она и есть жена. Вот штамп поставили, она моя. Она никуда не убежит. А вот поохотиться-то хочется. Если уж не с ружьем, то с чем-нибудь еще. Хотя бы с пацанами. Ну, хотя бы с пацанами, да. А если уж речь идет о измене, как о каком-то глобальном перевороте, да, в голове человека, когда его мысли занимаешь уже не ты, а кто-то другой, и он превалирует, то тогда уже может быть прощение. Не то, что нет прощения, но лучше отпустить. Иногда лучше отпустить человека, чем заставлять его мучиться и заходить вот в этот вот тупик, где все задохнутся. Мучиться даже самим, потому что, может быть, человек не мучается совершенно. Но, тем не менее, знаете, мужчины, как мы известно и все знаем, что это все-таки существо полигамное, да. Вот можно оправдать? Анастасия, возьмите, пожалуйста, микрофон. Оправдать можно ли мужчину за то, что, в принципе, по природе он как самец должен... Оправдать можно, понять. Простить нужно. Да, абсолютно. Я единственная подняла руку, по-моему, которая простит своего мужчину за измену. То есть это нормально для вас? Ну, они мужчины, они абсолютно другие. У них другая голова, у них другой мозг. Мы никогда этого не поймем. Для них физическая измена, для них физическое тело – это не то, что для нас. А вам не кажется, что просто вот этот вот стереотип в нас вбили? Что на самом-то деле все одинаковые. И просто мы всегда говорим, мужчины другие, женщины вот другие. И мы следуем этому стереотипу. Мужчины действительно другие. Мужчины сделаны из другого. Слушайте, ну а как так понять? Вот я, например, не знаю, даже не буду меня пройти. Если ты очень любишь своего молодого человека, своего мужа, рожаешь от него детей, потом он приходит, там, раз не вернулся ночевать, там, два где-то заострял, а ты должна сидеть по ночам, ждать, смотреть в окошко, воспитывать детей, не вместе, между прочим. Нет, я сейчас говорю вам о измене розни. Если это чисто физическое влечение, он меня предает физически. Он вас предает, а мы его прощаем, мы его любим и жалеем. Конечно же, это же по природе нормально. Физически предавать можно? Физически это, ну не знаю, для меня, может быть, это не самое главное. Ты когда говоришь, я живу с тобой? Возьми, пожалуйста, микрофон. Если человек изменил другие, то это уже серьезно. Мы тоже другие, но мы же работаем физически так же. Давайте тогда мужчины только будут работать, а мы все будем сидеть у них на шее. Ну как бы, чем я и занимаюсь, ну большинство-то женщин работают. Так давайте будем говорить, что значит другие, люди они или не люди, или звери. Ну звери, так тогда со зверьми пусть строят отношения. То есть мужчины, вы признаете, что вы звери, когда вы изменяете своим женам? Как представитель. Зверски изменяем. Как представитель, можно сказать, мужской аудитории. Вот я хочу обратить внимание на такую мысль. Я, конечно, не антрополог, юрист-адвокат, но... Но вы мужчина, прежде всего. Да, но я прежде всего мужчина. Вот посмотрите, кто оставался, чей генофонд оставался больше всего в популяции. Соответственно, тех мужчин, которые чаще всего ходили налево. Я не имею в виду последние, там, сто лет контрацепции и прочего. Я имею в виду, ну, натуральные... То есть это вот вы пропагандируете сейчас измену, вы понимаете? Я не пропагандирую, я объясняю. Вы ответственность несете, прежде всего, за свои слова? Он знает, он знает точно. Да, пожалуйста, он знает точно. Я не пойму, можно и в своей семье сделать 18 детей. Моя прабабушка, там, или дедушка, они все 18-е и 20-е. Не надо ходить налево, можно дома это сделать. Да, опять же, разные генотипы разных, простите за слово, самок. Они, разные типы получатся потомства, и они приспосабливаются, Слушайте, я смотрю, вы вроде образованный человек, но вы сейчас разговариваете, как животное. Вы это понимаете? Я циничный момент говорю, я это понимаю, я прошу прощения за цинизм, но я попытаюсь... Отлично, мы начали с любви, а пришли к животным. Я это слово «люблю» говорить еще, глядя в глаза человека. Когда я тебя люблю на этих людей, когда я патюшку стала развивать. Любовь, это совершенно другое, чем влюбленность и чем влечение. Мы очень редко, очень мало людей, которые на самом деле встречают любовь. Вот ту самую любовь, на которой и создаются эти браки, которые не рушатся, и где прощается все. А мы путаем влюбленность, страсть, влечение с той самой любовью. Но какой же это брак? Когда он тебе, извините, изменяет каждую ночь. Но он же в первую очередь твой друг. Послушайте, послушайте, он прежде всего отец детей. Давайте будем честными, давайте будем честными. Спрос рождает предложение. Если мне некуда ни налево, ни направо, то извините, я завяжу, наверное, да? Вот, то я не смогу это сделать. А если на сегодняшний день эмансипация достигла такого уровня, что я рожу для себя, а пардон, от кого же она родит? Наши девушки не хотят идти в банк. То есть во всем женщины виноваты? Я не говорю, кто виноват. Я говорю о том, что есть некая причина следственной связи. Понимаете? Если она говорит, хорошо, вот ты, к примеру, или вот ты, мне нужен вот для этого, они официально так говорят. Есть серьезные... Это, в первую очередь, обидно как-то? Нет. Тебя использовали? Это следующий вопрос. Тебе удовольствие доставили. Владимир, пожалуйста. Я просто хочу, вот по ходу, адвокат не зря так долго молчал, он, так сказать, внес остроту хорошую, он знает. Я просто хочу, тема склоняет к обзору, продолжению обзора таких стереотипов, накопленных в нашем обществе, и цитат. Вот, например, поэт Василий Федоров когда-то говорил так, не изменяй, ты говоришь любя, и, дорогая, я не изменяю, но, дорогая, как же я узнаю, что в мире нет прекрасней тебя, к примеру? То есть надо попробовать, чтобы доказать самому себе, что она прекрасная? Нет, это я только цитирую. Можно сказать так, что можно быть верным сразу нескольким женщинам, к примеру. Но, я вот слушал Анжелику... Это уже невозможно, по-моему. Я вот слушал, я хочу серьезную вещь сказать по теме нашей программы. Вот я слушал Анжелику, всю такую прелестную, готовую к славе, и хочет, чтобы она не исчезала из страды, а обратно с ней происходило. И она готова к новой жизни, к новому браку. Есть такое мнение в нашем обществе, что первый брак, особенно для женщины, для девушки, может быть пробным. Некоторые даже говорят в просторечии, ну, сбегала замуж, теперь все будет нормально. Он пробный брак, который является предпосылкой к уже удачному реальному браку. А церковь тоже так думает? Вот знаете, те, кто побывал в пробном браке, говорят, не дай боже еще раз. Ну, как сказать. Владимир, я хочу узнать мнение церкви, пожалуйста. Отец Дмитрий. А, пробный брак вообще быть не может. У человека нет пробной жизни. Есть вещи, у которых пробных у нас просто нет. У нас есть одна жизнь, и должна быть одна женщина или один мужчина в жизни. Но у нас может быть куча детей от одной женщины. Другое дело понятие измены. Измена возникает, первое, от того, что у нас все-таки женщин больше, чем мужчин. И чем мужчина становится взрослее, тем он более становится привлекательным для женщин в финансовом плане. И еще такой момент есть, что когда начинается семейная жизнь, начинаются дети. И период беременности жены, ну что ни говорить, это период, когда женщина немножко сходит с ума. И в этот момент мужик пытается найти что-то себе, какое-то спокойное место, где он может как-то быть. И уходит в измену. Когда у меня дочь болела полтора года, ее лечили, я насмотрелся на многие семьи, которые просто так разлетались в пух и прах. Дело в том, что когда ребенок болеет раком, то первый месяц ты в шоке. Второй месяц ты начинаешь понимать, что это лечение не закончится сегодня, что это будет лечение год, два, три, а иной раз в 10 лет. То есть это будет долгий. И вот тут мужчины многие начинают убегать. Они бросают своих жен, бросают своих детей, начинают жить своей какой-то отдельной новой жизнью. Они не готовы к таким вещам. Вот это очень больно и обидно, потому что женщина в этот момент действительно становится сильнее мужчины. Она остается с ребенком. Я ни разу не видел, чтобы женщина убежала. Вот самое, сейчас вот на самом деле самое главное, что у нас мужчины, к сожалению, сейчас просто мельчают. Вот так вот я скажу, мельчаете вы. Доброй ночи, дорогие друзья. Вы смотрите телеканал «Столица». Это ночной молодежный канал. И с вами мы, его ведущие, это Илья Верин. Это Ольга Панкова. И говорим мы сегодня о разводах. Семейный крах, так называется наша программа. Это второй эпизод. Развод, спасение или бегство. Так он называется. Давайте размышлять. Да, потому что очень многие сразу идут в ЗАГС разводиться. Но может быть есть другой выход из этой ситуации? Какой? Договориться. Двойное самоубийство? Договориться и все-таки сохранить свою семью. Давайте поговорим. Если люди не готовы переносить скорби вместе, если они не готовы вместе переносить лишения, то когда эти лишения приходят, они начинают способ уйти от них. Иной раз они это видят в том, чтобы уйти из брака, развестись и так далее. Но брак это тоже, знаете, вот как вы тут говорите, можно ли прощать измену или нельзя прощать. Измена, во-первых, является единственным поводом к разводу церковному. То есть церковь оправдывает развод только в том случае, если он с изменой? Нет, церковь благословляет произвести развод, принимает это только в том случае, если была измена. Все остальное не принимается. Вы знаете, я недавно прошла через развод тоже, у меня двое детей. Хочу сказать одно, что когда между супругами воцаряются холодные отношения, идет холодная война, и ты пытаешься это скрыть от детей, дети это все равно чувствуют. И совершенно бесполезно дальше продолжать отношения, потому что ничего хорошего из этого точно не выйдет. Ну так отец Дмитрий говорит, надо было терпеть. Что ж вы не терпели-то? Смысл какой терпеть? Мы должны своим детям искреннее свои отношения показывать. То, что мы по-настоящему чувствуем... А должны ли? Это же ответственность. Может быть, они не готовы увидеть ваши отношения. Ну, смотрите, я скажу так. Я сказала моему ребенку о том, что я в разводе со своим мужем, тогда, когда была сама лично к этому готова. Когда я приняла ситуацию, когда я пережила ее, и когда я сочла нужным сказать ему, то есть что я приняла правильное решение, и он абсолютно адекватно воспринял это. Тем не менее, Настя, ему 8 лет. Ты спросила, есть ли смысл терпеть? Отец Дмитрий, да, пожалуйста. Вы понимаете, любой случай всегда индивидуален. Но в основе своей, если есть возможность для того, чтобы терпеть, представьте себе социальное положение ребенка, у которого родители развелись. Вот куда-то он приходит, где должны присутствовать его родители, допустим. А лучше, когда он приходит, а у него родители. Папа алкаша, а она проститутка. Нет, стоп. Это прекрасно. Обычно у таких семей детей не бывает. Но они могут себя любить. Бывает, такое бывает. Но просто в обычной семье, допустим, не сложилась жизнь, люди прожили какое-то время. Допустим, там уже, обычно там бывает 8-12 лет семейной жизни. Если в этот момент период кризиса пришел, ну решили они разойтись. Но опять-таки подумайте, а дети ваши, мальчику нужен всегда отец. Но можно оставить дружеские отношения, отец может быть приходящим, если он мужчина. Воскресный папа – это воскресный папа. А папа, который всегда рядом, к которому ты можешь обратиться за советом, это папа, который всегда рядом. Отец, Дмитрий, очень важная сейчас причина разводов. Очень многие разводятся, потому что мужья – алкоголики. И лучше иметь, может быть, вот этого воскресного папу, который раз… Если папа – алкоголик, то лучше уйти. Я договорю. Может быть, лучше иметь все-таки воскресного папу, который приходит один раз в неделю и проводит три часа, но они будут качественные, и он будет давать своему ребенку намного больше, чем всю неделю он будет пить, и этот малыш будет расти и видеть то, что делает его отец. Если папа алкоголик, то он и в воскресенье будет три часа пить. Не факт. Мы пытаемся найти какие-то критерии, мы пытаемся придумать какой-то рецепт, невозможно. При всей общности ситуаций, каждая из них весьма и весьма индивидуальна. Вот это во-первых. Во-вторых, ну, папа ушел, может быть, папа ушли, понимаете, чтобы пришел другой дядя, и вот это огромный такой конгломерат, мы его сейчас не сможем раскрутить. Но я абсолютно убежден, что каждая ситуация, при всей ее индивидуальности, должна индивидуально и решаться. Сохранять отношения или не сохранять. Но, опять же, отвечая на, вернее, продолжая начать разговор, у ребенка по закону есть право выбора. После какого возраста? О каком возрасте говорим? Ребенок может сказать, я хочу, чтобы этот дядя приходил, или я хочу ребенка? После какого возраста он может принять это решение? В законе есть определенные даты, и мы можем к адвокату обратиться, может быть, он нам подскажет поточнее. Но, в принципе, ребенок имеет право на свой голос всегда. Но, Саша, он же не может в 5 лет сказать, я не хочу жить с мамой, я хочу жить с папой. Оля, может. Он может в любом возрасте это сказать. Но в суде его мнение рассматривается с 10 лет индивидуально, а до этого времени в присутствии психолога, педагога и так далее, и соцработника. Обязательно, конечно. А как же? Обязательно учитывается. Если вообще не основное. Но ведь ребенок решает, кто его больше балует, кто больше ему дарит подарков. Это спорно. Это шпотку. Не секундочку, это спорно. Ребенок, может быть, не осознавая в полном объеме, ситуацию чувствует, и он понимает, что сейчас момент решающий. И от его слова он это чувствует. Он может это не осознавать, но он это чувствует. Что от его слова сейчас будет зависеть ситуация. Его ситуация. И начинает шантажировать. Я могу поспорить, что в дошкольном возрасте ребенок не может принять никаких решений. И когда родители спрашивают его, они перекладывают свою ответственность на него. И этим разрушают просто детскую психику. Они спрашивают его... Нет, ну что значит разрушают? Как они ее разрушают? Они начали разрушать при его рождении эту психику. Давайте перекладывать ответственность. Лена, возьмите, пожалуйста, микрофон. Вы сейчас делите ребенка. Как это у вас происходит? Расскажите. Сначала совершенно в жесткой форме. То, что ребенок еще совсем маленький. Ей только три года будет. Сказать она... Точнее, она выражает как может свое мнение. Но, к сожалению, папа к этому мнению не прислушивается. Поэтому, когда ребенок висит у меня на шее и кричит «мама, мама» и плачет, а папа вырывает у меня из рук ребенка и забирает, это страшно. Страдает психика, во всяком случае, моя точно. Кто больше виноват все-таки в разводах? Женщина или мужчина? Говорят, что женщина более эмоциональна, поэтому она там где-то не может промолчать, протерпеть. И вот именно из-за женщин... Кто? Я думаю, мужчина больше виноват. Мужчина виноват. Он меньше приспособлен... Простите, сейчас секундочку. Да, пожалуйста. Я как мужчина говорю, он меньше приспособлен к существующим условиям. Дело в том, что, во-первых, тестостерон, он, вот психологи поправят, он такие дает изменения в поведении, когда его много, либо бродяжничество, влечение к противоположному полу, агрессия и так далее, и так далее, и так далее. И жить вот в размеренной семейной жизни, человек, который является настоящим мужчиной, там, может быть, мускулистым, ну, избыток тестостерона, знаете, А может, именно настоящие мужчины могут в семье-то жить? А вот у кого, кого маленькое, то не может. Поймите, он не... Если мужчина что-то должен жить, он семейной жизнью не может. Нет, я вот не хочу никого здесь обидеть, но смотрите, мы не гонимся за мамонтом сейчас, правильно? Вот я хочу заниматься спортом. За мамонтик. Да, мне организм требует движения, я сижу целый день в офисе, я сижу целый день за рулем, я чувствую, как, ну, мужское начало в человеке угнетается современной жизнью. Если бы только начало... Это потому, что ты не женат, а вот женись, у тебя сразу все будет хорошо. Так что, тестостерон... Я тоже долго не женился. Можно спортом? Я хотела бы сказать, что тестостероновые мужчины, они, может быть, они хорошие... Как вы делаете? Да тестостероновых и нет тестостероновых. С высоким уровнем тестостерона, они, может быть, они хорошие самцы, но в качестве партнеров для долгосрочного союза они не столь хороши. То есть, действительно, подтверждается то, о чем, в общем-то, говорит уважаемый Иннокентий, и действительно, это так. Мои родители не дожили до золотой свадьбы 3 года. Вот 13 лет, как я их потерял, они ушли друг за другом. Они очень часто полемизировали и ругались. Они ругались и жаловались мне друг на друга. Я старался, значит, их как бы вмерить и баланс носить. И при этом они обладали инстинктом сохранения семьи. Я вообще счастлив, что я родился у своих родителей и благодарен, что они столько любви и страха за меня натерпелись и вложили в меня столько любви. Так вот, я вспоминаю, увы, такое грустное воспоминание, когда мама была уже смертельно больна и знала это, и шутила на эту тему, и из больницы отпускали. Они продолжали ругаться. И вот она мне говорила, закипая вот это итальянское кипение с Россией, она говорит, я с ним разведусь. И в той ситуации это было проявлением нормальной жизни и даже оптимистически звучало. Вот, и я хочу сказать, что вот у меня такое воспоминание, это тоже было, никуда не забудешь это. Я хочу сказать, что, надеюсь, вот искренне, это вы должны сказать, но тем не менее, мне кажется, в разговоре на эту тему очень искренний разговор получился. То есть мы никого не развели в современном новорусском смысле этого глагола. И не дай бог, конечно, мы наоборот только укрепляем семьи. Саша, я знаю, у тебя тоже есть мнение, вот последнее, перед тем, как мы уйдем на музыкальную паузу, кто все-таки виноват в разводах чаще, женщина или мужчина? Сложно сказать о вине. Мне, я считаю, что сама по себе идея сохранения брака – это однозначно женская позиция. Вот, отвечая на прозвучавший тезис адвоката, он прозвучал абсолютно верно, он интерпретирован был неверно. Значит, мужчина сам по себе биологически более подвержен переменам, потому что он более соосен текущему времени. Женщина есть хранительница и носитель. Она не гипотетически называется и не образно хранительница очага, а этому есть биологические основы. Вот. И второй момент по поводу эмоциональности. Здесь тоже нужно внести конкретику и ясность. Эмоциональность есть демонстративная, показная, то, что свойственно больше женщин. Я никого не хочу обидеть, это, так сказать, вот мнение науки. То есть на публике, да? Да. Продемонстрировать это. И есть эмоциональность внутренняя, которая соответствует тяжелым переживаниям, глубоким переживаниям, которым мы находим, находим конкретные биохимические подтверждения. И вот здесь есть две большие разницы. Почему женщина стремится сохранить ребенка? Потому что это возможность легче перенести ситуацию. То есть, ну, своего рода сублимировать ее, в ребенка вложить, меньше думать о переживаниях. И союзник нужен, точно. Своего рода поддержка, да. А мужчина в работу уйдет? Мужчина может уйти в работу, мужчина может уйти в стакан, он там может уйти еще куда-то, понимаете? Это уже следующий вопрос. Но, но по тяжести переживаний ситуация может быть равной только тогда, когда вопрос о детях будет решаться именно в равных позициях. И вот тогда, это просто генуинно, я полагаю, что женщине будет перенести эту ситуацию гораздо тяжелее. Плюс еще один маленький нюанс, маленький нюанс, у женщин определенный гормональный фон, который обеспечивает ей более уверенное состояние. Она приспособлена к тому, чтобы переживать и переносить стресс. И опять мы доказываем, что женщина все-таки самое выносливое существо на планете. Ну, опять мы доказываем, что все-таки не надо нас расходовать просто так. В разводе я буквально как несколько дней, с чем прошу меня поздравить. Да, обязательно. Причем очень бурно. Заметьте, вам никто не зааплодировал. То есть все считают, что в принципе вас можно пожилить. А можно вас спросить, а вы счастливы? Сейчас я счастлива, но это действительно травма. Это была очень долгая, очень болезненная, очень кровоточащая травма, отразившаяся на моем ребенке. А на вас, естественно, тоже значит. И на мне, и на всей будущей нашей жизни. Но я считаю, что если, коль скоро так произошло, и мы применили, или там я, или кто, неважно, применили все свои усилия для соединения, и это не получилось, сидеть в депрессии будет еще худшим выходом для любого из нас. И мой ребенок получит гораздо больше отрицательного и сломает свою жизнь, если он будет наблюдать меня в депрессии, чем мы связаны энергетически со своими детьми очень сильно. И мы обязаны быть сильными, мы обязаны восстановиться, мы обязаны дать любовь, мы обязаны терпеть. Вы хотите сейчас со своим мужем, отцом, ребенком? Какие у вас отношения с ним? У нас достаточно дистанционные, пока прохладные. Надеюсь, что все-таки мы восстановим дружеские взаимоотношения, потому что человек творческий, психолог, очень хорошо разбирающийся в вопросах семьи, взаимоотношения мужчины и женщины и так далее. Вот, но еще очень важная вещь. Слушайте, а как объясните, пожалуйста, вот в принципе психологи, они же такие умные, они знают все наперед, у них каждый шаг просчитывают. Это вопрос к психологам. И вам не удалось с ним отношения сделать? Более всего, более всего. Вот тут другие. Да, я настаиваю на том, чтобы... То есть получается, все психологи нам сейчас рут, они на самом деле ничего не могут даже в своей жизни сделать? Сапог, как говорят. Нет, почему? Наверное. Да, если жизнь психолога разваливается, и он сам не может ничего с этим сделать, а потом они дают консультации другим людям. Может быть, как раз жизнь психолога сейчас налаживается. Дай ему Бог налаживание его жизни. Я о другом хочу сказать. Я хочу поблагодарить, что вы пригласили отца Иннокентия сегодня в студию. Хотя Дмитрий Иннокентий, это у нас адвокат. Ой, Дмитрий, извините, пожалуйста, отца Дмитрия. Простите. Все может быть. Ребята, я хочу очень большое внимание обратить нашей общественности на институт семьи. Мы не умеем создавать семьи. Мы не знаем, что такое семья. И мы постоянно находимся в этом поиске. И я бы очень настаивала на том, чтобы все вопросы в законодательстве касаемо семьи обсуждались прилюдно. И обязательно шла пропаганда семейного, грамотных семейных взаимоотношений. Потому что мы не понимаем, что это такое. Строим себе какие-то замки воздушные. И потом страдают наши дети, наши потомки, наши поколения. И вопрос приятия Бога в себя – это вопрос очень насущный для нашего общества. Такое ощущение, что этот вопрос изжили. И я бы очень хотела, чтобы та любовь, про которую мы говорим, она ассоциировалась с Богом и с Божьей милостью. Потому как именно эта любовь способна исцелить наши сердца от побегов налево, направо, вперед, наверх, вниз. Исцелить наши сердца на пути вперед. Грамотно дать возможность воспитать сильными своих детей. Нет, если есть любовь и вера, конечно, все можно преодолеть и сделать. Тань, возьми, пожалуйста, микрофон. Вот у вас сейчас какие отношения с бывшим твоим мужем? Сейчас никаких на данный момент. Почему? Мы как раз вот говорим о том, что нужно все-таки... А вы не хотите общаться или не можете? Отношения должны быть ради хотя бы ребенка. Знаете, пока сложно сказать. Я пока сама не поняла, какие... Я очень хочу нормальные отношения выстроить. Но вот пока мы на такой стадии, то... Сколько времени прошло? Ну, где-то в целом, наверное, год как вот уже практически... Ну, год – это очень большой срок. Ну, вот говорят, что чтобы пережить развод, нужно прожить срок, который равен половине того времени, которое вы были вместе. Так ли это? Ну, мы, наверное, уже половину того времени, как были вместе, к этому, ко всему шли. Поэтому я это пережила еще до того, как это уже было последнее слово сказано. То есть мы это переживали много-много раз. Ходились, расходились. Вот. Поэтому уже на сегодняшний день жалко, конечно. Очень много надежд потеряно, рухнули мечты. Веры такой нет. Чтобы создать хорошую семью. Вот что... Может быть, секрет успеха хорошей семьи? Я думаю, что надо говорить больше друг с другом, стараться понять другого человека. В первую очередь, любить вторую половину, а не себя. Спасибо большое. Анастасия, ну вы-то точно знаете секрет успеха семьи счастливой? Есть такая очень крутая штука, как венец. Вот батюшка лучше расскажет, но я расскажу, как я понимаю, да? Да. То есть вот мужчина, женщина и сверху Бог. Треугольник. И когда мужчина с женщиной ничего не могут сделать, у нас есть таинство венчания. И Господь, Он правда помогает, Он очень сильно это охраняет. И ты уже ответственна не только перед своей второй половиной, а ты ответственна перед Богом. И это уже какое-то совершенно что-то другое. Это метафизика. И тебя уже не приводят в те места, в которые ты мог бы прийти, да, и наделать там кучу ошибок. Тебя все время сверху охраняет. Охраняет твой брак. Для меня вот это секрет, для меня это то, во что я верю. И как-то вот справляемся, потому что действительно бывает очень много проблем. То есть Господь вас защищает. Ну и дай нам Бог. У наших друзей-экспертов есть по 30-40 секунд для того, чтобы вы, возможно, что-то пожелали или что-то сказали. То, что вы не успели сказать на нашей программе. Владимир, наверное, с вас начнем. Замечательно, что сказали. Мы ночь посвятили разводу. Мы с психологом сразу откликнулись почти стихами. Она могла быть брачной, чего мы всем желаем. Вы знаете, ну не хочется впадать в банальности. Хочется всем пожелать любви при жизни, любви в браке, любви после брака, если уж так сложилось. И, в общем, подавать главный признак жизни теплокровного живого человека – любовь. Потому что, кроме этого, ну, наверное, все остальное сопутствующее. Спасибо большое. Александр? Пожалуй, да, любовь – начало – начало. Мне кажется, что как с целью сохранения ее, так и с целью инициации какой-то, есть некая внутренняя ответственность, или должна быть некая внутренняя ответственность не только за свои поступки, но и за людей, которые с тобой находятся в паре, за партнера. Я бы, наверное, этого пожелал нашим зрителям. Спасибо. Я соглашусь с вечными пожеланиями любви. И также буду солидарна со всеми, кто скажет о терпении, о понимании и о способности объяснить детям любое проявление человеческой силы или слабости. И пожелаю воспитать своих детей все-таки в понимании внутренней силы прожить эту жизнь достойно, как бы ни развернулись обстоятельства. Терпение, любви и силы вам, дорогие селезрители. Спасибо. Яна. Если так произошло в вашей жизни, и вы сейчас в разводе, то не воспринимайте это как конец. Воспринимайте это как начало новой жизни, начало новых отношений. Они, несмотря на то, что вам говорят, может быть, со стороны, может быть, вам говорит церковь, неважно, кто вам говорит, это не конец. Будет дальше, будет лучше, и дальше будет все лучше и лучше. Это будет лестница, по которой вы будете идти вверх, и дальше все будет только оптимистично, только лучше всех. Спасибо большое. Спасибо. Отец Дмитрий. Развод – это не конец, но и далеко не начало. Развод – это период, когда нужно взвесить все «за» и все «против», сделать из этого уроки и стараться его впредь не допускать. Ну, а самое главное – стараться не допускать его вообще. Побольше общения надо между супругами иметь. И самое главное, когда задумаетесь создать семью, помните, что семья – это не просто постель и не только постель, но это еще дети, это еще тесть с тёщей, свекровь со свекром и прочие проблемы и жизненные радости, которые бывают. И ко всему нужно относиться философски, и все это нужно, ко всему этому надо быть готовым. Поэтому желаю всем быть к этому готовым и побольше настоящей искренней любви между людьми. Спасибо большое. Спасибо. Иннокентий. У меня, как всегда, не пожелание, а рекомендации. Перед браком к священнику на консультацию, к психологу на проверку состояния. А потом ко мне набрать на договор. Нет. В период жизни побольше юмора. А уж если нет, тогда милости просим к нам. Ну, не терять надежду никогда, потому что есть теория половинок, и они действительно существуют. Не путать любовь со страстью, потому что это две огромные разницы. Вот. И побольше разговаривать. Разговаривать, 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 забывать о себе, о своей гордости. Просто очень много проблем, которые мы себе домысливаем, а их нет. И в разговорах они решаются. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Ну что ж, развод – это не конец жизни. Мир меняется, мир меняется не только вокруг нас, но и внутри нас. Вы знаете, как бы ни было тяжело, в любом случае надо оставаться самими собой, и чтобы в вашем сердце не было больших швов от той боли, которую вы почувствовали в ходе развода. Дай вам Бог здоровья, счастья и любви, конечно. Ну, я скажу попроще. На мой взгляд, развод – это уже крайние меры, это практически хирургия. А мне кажется, что все-таки гораздо важнее терапия. Поэтому прежде чем разводиться, надо, во-первых, хорошо подумать, стоит ли вступать в брак. И когда уже вступил, надо еще очень хорошо подумать, прежде чем этот брак развалить. Прежде всего, думать надо все-таки головой. Илья Верин, ночной молодежный канал. Ольга Панкова, телеканал «Столица». Вот так все, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!